Немного конспирации и нарушитель будет наказан. Сотрудники ГИБДД на этой неделе проводят скрытые патрулирования общественного транспорта. Операция «Автобус» направлена на предупреждение ДТП с участием пассажироперевозчиков. За 8 месяцев текущего года в городе Иваново произошло 89 ДТП с участием водителей автобусов. В этих ДТП 1 человек погиб и 131 человек получили травмы тела. По сравнению с прошлым годом у нас произошел рост ДТП с участием автобусов на 22%. В прошлом году у нас погибших не было, было 73 ДТП. Наша съемочная группа ехала с сотрудником ГИБДД на непримечательном вазе со знаком учебной машины. С улицы Вележской началось наблюдение за 28 маршрутным такси марки «Ситроен». В целом водитель ехал исправно. Единственное нарушение было зафиксировано при повороте со Смирнова на улицу Марии Рябининой. В конце маршрута инспектор на административное нарушение указал. Мы сегодня с вами, за вами вернее катались. Прикатились мы с улицы Вележской и сюда до конечной. Андрей Валентинович за все это время один раз всего лишь нарушил правила дорожного движения. Перекресток улицы Смирнова, Дрежневские. С какого ряда поворачивали? Справа, крайняя. Андрей Романаев о том, что повернул налево с правого ряда, знает и сам. Оправдывается пробками и тем, что подобный маневр вроде как собирались разрешить. Ну потому что там пробки всегда всю жизнь. И мы так вот, получается у нас ездить. Это когда час пика такая, там всякая ситуация. А так ездим всегда по правилу. Тем не менее, штраф на 500 рублей водитель получил. Еще одну уже техническую неисправность Андрей Романев ликвидировал на месте. Стоит отметить, что объектом случайного патрулирования стал весьма добросовестный водитель. К сожалению, для Иванова это пока не закономерность, а скорее наоборот, исключение. Буквально днем ранее серьезное ДТП произошло на улице Лежневской. Это произошло в 6 часов вечера на улице Лежневской. В результате столкновения автобуса, Ford, а также автомобилей ВАЗ-21099 и автомобилей Mitsubishi пострадали трое пассажиров автобуса, которые с ушибами были госпитализированы. Самое опасное время – часы пик. Одни торопятся домой, другие спешат заработать много денег. Успевают не все, но это уже другая история о культуре вождения. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.